Приветствую вас, мои дорогие, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бурнов. И мы продолжаем вести Спартак в чемпионство. Это будет у нас трансферный спецвитер. Судя в том, что у нас сейчас завершилось трансферное окно. Точнее, не завершилось. Подходит к завершению. Но за это время мы уже многое сделали. В последний раз мы с вами встречались, когда Спартак победил Анжи. Это в Я-9 тогда блестяще сыграл и Маджик. Ну как блестяще? Ну хорошо, по сравнению с тем, как он играл раньше. И Павел Глоба тогда себя здорово проявил. Потом мы победили Волгу 1-0 в таком невзрачном матче. Но там уже он ничего не решал по большому счету. Все ратуились к нас в руках. Здесь товарищеские игры были сыграно сбоку. И со СК Хабаровском, и с жеребьевкой. С жеребьевкой нам выпал Арсенал. Соперники, представляешь? Это просто, как вам сказать, проверка. На что способен Спартак сегодня? Против Арсенала. Ну знаешь, у Арсенала, понимаешь, в чем дело? У Арсенала тоже не все так плохо. Если чудаки проигрывали Норвичу. Представляешь, Норвичу проиграли 0-2. И при том, что они полностью уступили Норвичу. Это я почему говорю? Потому что команда по составу слабее, чем Спартак. А Норвич слабее, чем Спартак. Смогла навязать свою игру Арсеналу на своем поле. И по владению они мяч забрали у Арсенала. Вот то, что я пытаюсь своим привить, да. Контроль игры полный, понимаешь? Вот это вот, вот это вот я и собираюсь Спартаку привить. И Арсенал ничего не смог сделать. Я смотрю на статистику Арсенала, да, и понимаю. Что у них, вот только Артета, да, сделал в районе 70 технико-тактических действий. Представляешь? 70, это лучший, ха-ха, лучший показатель в команде 70, представляешь? И это при том, что процент брака там тоже чудовищный. Арсенал полностью проиграл. Потому что объем, объем просто смешной был выполнен лидерами команды. Ну что, Вермарин хорошо сыграл, что ли? Да где там? Тоже, тоже плохо. И вся команда сыграла плохо. Да у них Арсенал вышел, то же самое вышел и еще хуже сыграл, чем тот, кого он заменил Касола. Может быть, они, конечно, там какие-то послабления сделали в составе, да. Но это их не оправдывает. Потому что все равно у них и Уолк отыграл, Милнер, Уилшир. Ну, короче говоря, это состав такой, боевой. Ну, сказать, что тут играли резервисты, да, я не могу. Тут же Норвич, ну, тут тоже показатели не впечатляющие, да. Но они сыграли прежде всего на зубах, а не на мастерстве. Потому что этой командой сложно сравнивать мастерство игроков Норвича и Арсенал. Ну, у них, смотри, сколько отборов. По этим показателям, по отборам они просто втоптали Арсенал, удалясь. А так игра была, что-то по всему, достаточно вялой. Я сам не смотрел этот матч, но я обязательно еще успею посмотреть. Так вот, этот выпуск у нас будет посвящен трансферам, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Итак, прежде всего, прежде всего, давайте посмотрим на тех игроков, которые нас подкинули. Помимо Винники, который это давно сделал, Игоря Горбатенко, который, в принципе, ушел на свободный трансфер, нас покинули двое в это трансферное окно. Хуан Мануэлин Сауральде, которого я давно собирался подадать. По причине возраста, уже 28 лет, уже развиваться не будет. Студором за 4 миллиона в Интернационал, в Бразилию. Ну, показатели неплохие. Да, и играть начал хорошо, но нету перспективы, во-первых. Во-вторых, игрок не универсальны. То есть, в случае чего, он только может на одной позиции сыграть, потому что свободного защитника у нас нет. Игрок очень агрессивный, постоянно зарабатывает карточки, дископер. Ха-ха-ха, представляешь, нет, перешел в новый клуб, и уже сразу красную карточку заработал. Ну, молодец, Сауральде. Ну, что с тебя взять? То, что он уже собирался уходить, это я вам давно анонсировал. Так, по показателям, игрок неплохой, да. Но все равно, все равно, как, все-таки влияние, правильно? Был бы россиянином, был бы россиянином с такими показателями, мы бы его, конечно, не продали. Наш паспорт все-таки, а здесь, что, нет, держать такого игрока, это слишком дорого и невыгодно. Ну, и второе, второй трансфер, сенсационный просто. Это Рафаил Карриока. Карриока покинул нас, представляешь, за 14 миллионов. За него, ну, во-первых, про историю расскажу. Агент Карриоки попросил продлить контракт. Ну, естественно, с большим количеством денег. В районе 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю, представляешь, заломил. А я говорю, ну, игрок, который у нас не ключевой, ну, Карриока, при всем уважении, был не ключевым. Но он не может получать такую зарплату. Я был готов ему там платить 35 тысяч в неделю. Или какая у него там была зарплата, я не помню. Его деньги я был готов платить. Но этот агент совсем образец. То есть, в основном, такие условия. А я непробиваемый, понятно? Я не собираюсь делать какие-то авансы. Непонятно за что. Да, я не хотел оставаться с Карриокой. Я выставил его на Туранцию. И три бразильских клуба за него начали вести борьбу. Да, победил Сан-Паулу. Они, представляешь, 14 миллионов предложили, там, из которых 10 нам досталось. А еще 4 поделились там между бразильскими клубами. Представляешь, Карриока как он? И вот, я, честно говоря, не хотел продавать. Потому что в нашей системе ротации, в нашей системе ротации, Карриока играл ключевую роль. И я должен вам признаться, что я очень сожалею, что Тафаэл покинул нашу команду. А я всем вам признаться должен, что ты, Карриока, для меня всегда был особен. С самого первого дня в Спартаке, я следил за тобой, как ни за кем другим. Все эти двойки я оставил только потому, что он бы хотел, чтобы ты стал лучше. Не случайно ты состоишь в списке гренадеров Спартака вместе со мной, Серафимович. Я пришел в эту команду, и чтобы поработать с тобой, я видел в тебе большие перспективы. Я тебя многому научил, а ты научил многому меня. Но как для тренера, у меня на первом месте всегда лучшая команда. Я решил, что так будет лучше для вас обоих, что наши дороги сейчас должны разойти. Может быть, для того, чтобы когда-нибудь соединиться с вами. Покажи этим бразильцам, чему тебя дядя Саша научил. До свидания, на фоэл. Да пребудет с тобой, Спартаковский дом. Все, ладно, хватит. Собственно, спроси. Рыбескове. Рыбескове такого не было. Ладно, забудем. Денис Кутин отправился в аренду за тысячу фунтов стерлингов в Орлу. Ну, хоть немножко денег заработаем, да практику получит. Потому что игрок наш, российский, во-первых. Во-вторых, хорошие природные дамы. В-третьих, опека-отбор, показатели сносные. Игра головой, 19 лет. Ну, для российского игрока он имеет хорошие показатели в перспективе, в перспективе в ротации клуба спартак. Он, я думаю, сможет быть задействован, потому что он был нормальный. Так, ну, теперь перейдем вот у трансферов игроков, которые от нас ушли всего на 36 миллионов. Ну, это с учетом проданного именики, естественно. К трансферам тех, кто к нам пришел, собственно говоря. Лукас Андерсон был приобретен в середине осени у Аякса. И это просто огромная удача, что нам его удалось подписать, представляешь? За 6,75 миллионов фунтов стерлин. Это низкая цена за такого игрока. И он сейчас еще развился. Он был хуже. А сейчас, ну, он поиграл за Аякса. Он там везде, оказывается, играл. И в Лиге Чемпионов играл. И в Чемпионате Роландии. И меня, чтобы больше всего оплатывало, мы смогли его заявить, представляешь, на Лигу Чемпионов. За себя. Видимо, молодой игрок Аякс его не заявил, не зарегистрировал официально. То есть он играл как молодой. И поэтому за нас его получилось заиграть. Да, у него еще трансферная стоимость выросла. А то, что этот игрок может закрыть почти все позиции, в группе атаки, да, да, какой почти все. Все может закрыть. С такими показателями где угодно может сыграть. Представляешь? Ему всего 18 лет. Ты представляешь, что с ним будет, когда этому чудаку будет 25. Да вот будет лучший игрок мира. Понимаешь, за Спартак играть? Мне говорят, Александр Викторович, вы покупаете легионеров, да, забываете спартаковскую методику. Нет, ты понимаешь, что не только своих надо воспитывать. Надо покупать иностранцев молодых, да, которым еще не все равно, которые еще ничего не добились, да. И им прививать тоже этот метод. Ну что, они не смогут понять. Вот у него, он датчанин, тоже красно-белый флаг, понимаешь? Ему эти цвета не чужды, и поэтому он будет играть, играть за нас, да, так же, как и за свою сборную. А он за сборную хитрик сделал, представляешь? И это я к тому, что Андерсон, Андерсон, это будущее Спартака. Вот к чему я клоню, да, этот игрок очень хороший, да, тренировка. Ты смотри, он только пришел, ну, несколько недель тренируется, у него уже повышаются эти самые показатели, понимаешь? У него уже повышаются. То есть, он настолько профессиональный игрок, настолько профессиональный, что претензий к нему никаких нет. И стоит, ну, совершенно копейки. Я думаю, Аякс больше никому не продаст за такие деньги Андерсону. Сейчас бы точно не продал, сейчас бы миллионов 20 бы зломил. Но благодаря тому, что я умею договариваться, да, у нас вот этот Лукас Андерсон появился. Очень хороший игрок. Следующее приобретение для тех, кто забыл, может быть, Стофило Сунзу. Это вы, мои дорогие, непрофессионалы и дилетанты, должен вам выразить благодарность, да. Сразу несколько человек мне предлагали его купить. К сожалению, я не запомнил точный ник того человека, который мне особенно настойчиво предлагал. вы увидите в аннотации, да. И это очень хорошее игрок, Сунзу. Во-первых, во-первых, опека, отбор, командная игра, концентрация. Ты посмотри. Это и по позициям. Весь центр поля этот Сунзу сможет закрыть, да, в оборонительной группе. Плюс прыгучесть, сила, скорость, ускорение, выносливость. Его можно и на кранево переучить. И ему всего 23 года. Мне говорят, Александр Викторович, вы опять негров покупаете. А что я покупаю? Ты посмотри на его показатель. Ты мне хоть одного российского игрока покажи с такими данными. Если мы собираемся на какие-то серьезные цели, то нам нужны игроки соответствующего уровня. И то, что Сунзу мы купили за 2,5 миллиона, да, за 2,5 миллиона. А сейчас он стоит 6,75 миллиона. Это просто потрясающе. Понимаешь? Такие игроки на дороге не валяются. Он сыграл уже 2 матча за нас товарищеских и произвел нормальное впечатление. Если он адаптируется еще быстро, то это будет просто здорово. Кстати говоря, Андерсон блистал в этих матчах. Передача раздает, голы забивает. Это не игрок, это просто чудо, что мы смогли пренести и заявить на Лигу чемпионов самое главное. Дальше наше самое дорогое приобретение это Юнас Белханда. За 23 миллиона в рассрочку куплен у Монпелье. Заявить его на Лигу чемпионов у нас не получилось, потому что играл за Монпелье, был заявлен, ничего с этим уже не поделаешь. Ну на чемпионат России, значит на Кубок России будет железно играть на Москве Хамда. Его позиция родная атакующий центральный полу защитник, да, ну может и справа и слева сыграть и в центре, но с такими универсальными показателями где угодно может сыграть. И он понимаешь, он еще имеет шансы стать ключевым игроком основного состава. Он у нас лучший атакующий полузащитник Андерсона Белелединовым, то есть ротация посмотри какая. Полузащитник центр, но здесь он хуже чем Чольстер. Атакующий полузащитник левый, тоже пока не самый лучший, правый, ну третий после Андерсона Магиди, он идет уже дальше. Так, ну и полузащитник центр, это все-таки его родная позиция. Что я могу сказать? Этот игрок профессионал, понимаешь, он профессионал, сильная сторона, стабильность и нет слабых сторон. Ну, может быть, это наши скауты просто тупые и не смогли найти слабые стороны, может быть, они есть у него. Но этот игрок, он очень хорош, он уже себя хорошо проявил, видимо, взборный, да, он не играл за Спартак еще ни одного матча, но это ничего, потому что ближайшие игры мы его не рассматриваем. Но цена, да, пришлось высокую цену заплатить, но игрок, игрок потрясающий, потрясающий, он, я уверен, еще себя проявит и цену своей покупки оправдает. Дальше Ислам Орлов купленный за 500 тысяч фунтов стерлингов у Ротера. Ротер неохотно прорвал его, потому что это юниор, да, но он нуждается в игре в такой команде, где он действительно будет играть. В Ротере ему мало что светит, состав, но он в составе дубля, да, но я его переведу в основной и сделаю его доступным для состава дубля на 60 минут. Понимаешь, такой игрок, он по уровню того же Яковлева превосходит уже, несмотря на то, что ему всего 17 лет. Это один из самых талантливых российских игроков. Лучше не найти. Ну да, может быть, рейтинг так низкий, да, кажется, но надо посмотреть на него, присмотреться. Я, в принципе, всегда даю шанс молодым игрокам, и, как в случае с Глобой, да, это дает результат. То есть, у нас могут быть очень сильные фланги из российских игроков, а Лов и Глоба, представляешь? И плюс еще на фланге у нас есть и Маджид, и Магиди, и еще Андерсон может сыграть и тут и там. Вот, представляешь? И Белханда. Это очень здорово, что у нас такие футболисты. Так что Ислам Маглов это будущее российского футбола. Ну, не очень высокий, да, но зато такой быстрый, мобильный, и показательный у него, конечно, очень хороший. Смотри, потенциал какой. Трет в решениях, профессионал. Ну, пока грамотности нету, конечно, да, но он уже стабильный игрок, а это значит, что он может стать одним из лучших. Вот и все. Орлов. После того, как мы продали кариоку, я сразу вспомнил, что мне предлагали приобрести Коломицева, но это был, когда был конфликт еще с Глушаковым, и вот чтобы Глушак, во-первых, не чувствовал себя незаменимым, во-вторых, чтобы как-то заменить кариоку, мы за 5, всего, ну, за 6 миллионов фунтов стерлингов, да, приобрели из Амкара Коломицева. Я посмотрел на то, как он развивается, да, и я был в шоке, потому что в начале сезона у него были показатели намного хуже. А сейчас это, ну, знаете, игрок точно Глушакову не уступит. Представляешь, да, вот мне здесь кто-то пишет, да, наверное, это уже мне пишут другие эксперты, да, и другие тренеры, мол, как ты купил такого футболиста, да, а я все замечаю, во-первых, игрок с российским паспортом, во-вторых, очень универсальный, да, опять же, может сыграть и центрального, и опорника, и атакующего, в случае чего-то сможет. Завершение атаки есть, дальние удары есть, то есть может пробить, Кобеля Лединов может пробить, Коломицев, Глушаков, Мавсисян у нас издали есть, в случае чего, если мы не сможем, да, до чужой штрафной добраться, да, мы выпустим их, и эти ребята будут бомбить за пределы штрафной, так что забомбит у тех, кто обороняется, понимаешь, и опять же, он только пришел в команду, совсем немного тренируется, а уже прогрессирует, вот в чем дело, очень хорошо прогрессирует на тренировках, и поэтому я доволен приобретением Коломицева, к тому же цена адекватная, 5 миллионов, 6 миллионов он тестировал, ну и было приобретение, самым последним у нас приобретен Мануэль, Мануэль из Атлетика, Паран Ненце, это защитник, ну, основная позиция, конечно, центральная, да, но играет и справа, с учетом того, что Паршевлюк там еще не скоро поправится, но он поправится это скоро, но не вольется, но вольется не скоро, мы взяли игрока из Южной Америки, чтобы можно было заявить в Лигу Чемпионов, что мы сделали, да, заявили в Лигу Чемпионов, и теперь у нас правый фланг более-менее в безопасности, с учетом того, что у нас здесь Макеев часто играл, да, но Макеев, Макеев, это у него основная позиция лево-фланговой защитник, а справа будет играть Мануэль, у него скорость есть, ускорение есть, природные данные отлично, да, ему всего 22 года, так что идея Бескова, почему бы не привить, да, почему бы не привить, и тоже ускоро, я надеюсь, что станет родным для всех спартаковских болельщиков, ну, у него, у него, он тоже профессионал, я говорю, я команду собираю стабильность, профессионал, и это, это здорово, да, то, что такие игроки к нам приходят, нам предлагают ему выбор позиции натренировать, ну, давай, это, в принципе, хорошее, хорошее направление, да, выбор позиции, пусть улучшает, и в конце мы будем его все-таки на новая, новая позиция, да, это защитник, защитник правый, вот это, в общем-то, все наши приобретения, за исключением Лушакова его выкинем, здесь было заплачено 59 миллионов, суток 6, 46, потому что, Лушакова мы не берем, потому что, Лушака мы приобрели в первое, там, самое окно, и вот, что я вам скажу, с таким составом, с таким усилением, арсенал для нас уже не выглядит таким грозным соперником, потому что состав у нас более чем достойный, да, только Белхандул мы не можем заявить на Лигу чемпионов, теперь о том, кого мы хотим еще продать в это трансферное окно, во-первых, это Ари, в связи с тем, что у нас есть на его позицию, мы его использовали, прежде всего, как атакующего правого полузащитника, слева теперь играет Маджит, у него на смене Глоба, ну и Ислам Аллов, в случае чего, Белханда тут может сыграть, Андерсон может сыграть, то же самое и здесь, только еще плюс Макгиди, да, понимаешь, позиция нападающего, так там Мавсисян, Дзюба и Ворис, то есть уже, уже занято, при том, что мы играем стабильно в одного нападающего, чистого, да, нам Ари не нужен, под нападающим играть не умеет, другие, ну, показатели, знаешь, такие, на уровне Яковлева, только техника, единственная хорошая, на уровне Яковлева, а стоит 5,5 миллионов за эту цену бы нам его продать, это было бы отлично, потому что возраст 27 лет, это уже не, не самый свежий игрок, понимаешь, он уже прогрессировать не будет точно, ну, серьезно так, может быть, там, чуть-чуть улучшится, но это уже, опять же, за счет ментальных атрибутов, а физически, с выносливостью 10, ну, куда ты, при Бескове, он бы не попал даже в дубль, понимаешь, этот Ари, лентяй, и то, что у него здесь, там, а что, смотри, ну, хотя стабильность, да, тоже, тоже профессионал, но это характер команды профессионал, вот и все, мы, мы профессионалы все, а он не профессионал, смотри, на позиции нападающего, он только четвертый, даже Лукас Андерсон лучше играет нападающего, вот, потом, атакующий полузащитник правый, он, он даже хуже, чем Ислам Орлов, представляешь, то есть, перспективе, перспективы в команде, нету, и поэтому, я думаю, что логично будет, предложить клубам, ну, пять с половиной миллионов, внести в трансферный список, сделать предложение, да, потом у нас есть, еще один игрок, от которого я бы, с удовольствием избавился, это Николас Парьеха, 29 лет, то есть, уже игрок, тоже, не очень молодой, 47 миллионов, дороже его продать, вряд ли получится, ну, ну, скорость, да, ускорение, да, но, опять же, посмотри, можно закрыть позицию левого, ой, левого, правого защитника, да, но теперь мы приобрели Манаэля, теперь восстановится под Шевлю, ну, плюс там еще комбар, есть, Кирилл, зачем ты нам нужен, подъехал, в центре, у нас есть Сунзу, есть Бакетти, есть этот, Сухи, ну, уже три человека, понимаешь, то есть, ты уже будешь, ты уже будешь не так заигрывать, тоже мы его продадим, ну, сделаем попытку, вернее, продать, предложить клубам, да, 47 миллионов сделать предложение, да, все, двух игроков попробуем продать, потому что, ну, просто, просто зачем они работают, в случае чего у нас есть, есть резервы, да, тот же Макеев, ну, Макеев, не может играть центрального, но все равно, я к тому, что тот же Мануэль, он может сыграть в центре, так что, смысл одержать такое количество защитников, ну, нет, потому что, уровень и качество игры, их оставляет желать лучше, но теперь, теперь, по поводу нашего соперника, наш соперник Арсенал, если мы покажем свою игру, да, если мы сыграемся, ну, сложно ожидать идеальной сыгранности, но, по крайней мере, играем дома, играем в нужниках, и Арсенал должен трепетать, а Сен-Венген, ты готов, к тому, чтобы противостоять нашим футболистам, да, я думаю, что ты готов, но мы тоже можем себя показать, как следует, у нас теперь крепкий состав, и наш состав, уж точно лучше, чем у того же Новича, вот, смотри, переучивается у нас на позицию, вот эту вот, атакующего левого полузащитника, будет нашим крестьянам, он уже готов рвать, это я понимаю, наша команда, наша команда даст бой, Арсенал, да, и Венгер, Венгер должен уже бояться, потому что Спартак, Москва, просто так, не сдастся, надеюсь, что вам понравился этот спецвыбор, играть мы будем уже в следующем матче, который будет полностью посвящен игре, Спартак, Арсенал, надеюсь, непрофессионалы и дилетанты, что у нас все получится, и Арсенал, Арсенал почувствует на себе, почувствует на себе силу Спартака, пока.